Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет коротенькое видео беседа, в которой я буду отвечать на вопросы, которые мне задают мои друзья, связанные с ССО, или просто на те вопросы, которые я буду задавать сама себе. Да, какое-то странное, конечно, видео, но мало ли, может, вам были интересны именно эти вопросы, но вы мне их не писали, не задавали в комментариях или ВКонтакте, и таким образом я хочу на них ответить, так что седлайте своих коней и поехали! Наверное, давайте начнем с первого вопроса. Когда купишь Марвари? Да, ребята, сама как-то уже даже удивляться устала, но все равно чувство такого шока до сих пор присутствует. Я до сих пор не купила Марвари, и те, кто следят за моим каналом, в курсе, что видео о покупке Марвари там нету. Это не потому, что я зашла и купила Марвари без ведома подписчиков и без видео о покупке. Нет, все потому, что я, в принципе, не купила себе Марвари. И да, это как бы странно, потому что когда выпустили общую фотографию всех мастей, я влюбилась в, по-моему, в гнидово с белыми проточенными по телу. Я не знаю, как эту масте назвать, но я думаю, вы к этому привыкли. Вот. Ну, как видите, вот если вы даже будете ставить на паузы... Да, если только все будет прогружаться с нормальной скоростью... У меня нету Марвари. У меня 5 страниц. 5? Ну, наверное, в общем итоге даже 5,5 страниц лошадей, если не 6 ровно, на которых нет ни одного Марвари. Вообще ни капельки. Никакого. И да, кстати, мы ждем до сих пор приложенческого Марвари. Это будет светло-серый, чистенький такой, прям как белое сияние, как белый лебедь. Он должен был, будет выйти в приложении. Вот. Да, мы ждем его, но мне нравится огненно-гнидой и вот гнидой с такими белыми проточенными по телу. Но пока у меня нету никакого желания их покупать, и я не знаю почему, но просто... Просто потому, что нету. Давайте я-ка отвечу на следующий вопрос. Зачем тебе питомцы? Не знаю, честно, зачем мне питомцы. Но чаще всего я их покупаю просто потому, что меня радует моделька. И на самом деле я некоторыми вещами горжусь в ССО. Как бы это странно. Ай, не звучало. Я ударилась пальцем. Простите. Вот. В общем, как бы это странно ни звучало, я горжусь тем, что имею вещи, которые больше не появятся в этой игре вообще. Такие, например, как вот эти лягушки, они появляются очень редко. Но если бы я была не такой ленивый и внимательнее к своим аккаунтам ССО, у меня была бы точно такая же лягушка, только как... Ну, наверное, как вот эта кошка такая фиолетовая с пятнышками. Но то, что потерял, то потерял. Потом я горжусь тем, что у меня есть коктейль Джо-Джо Сива. Я так любила, когда музыка играла Джо-Джо Сивина на дискотеке Форт Пинта. Потом, значит, чайка со дня рождения. Потом... Значит, да, я получила... Ой, это где? А ну-ка. Да, я получила таки белую... Что такое? Почему не работает? Странно. В общем, я получила белую совушку, которая подавьется за приглашение друга. Спасибо, скидка на Star Rider на свой очередной новосозданный аккаунт. Потом вот эти вот морские котики, их больше я не... Они так редко появляются и даже... Или вообще не появляются. Но еще бы больше я гордилась, если бы у меня был бы питомец Хрюшка. Которого очень ждет Каролина. И, кстати, если они появятся каким-то образом... Но я думаю, что уже нет, конечно. Они слишком старые по моделькам. Но если появятся, я куплю себе тоже одну Хрюшку точно. Вот. Да. Я горжусь тем, что у меня есть плюшевый мишка от поклонниц Спирита. И, насколько я помню... Я просто на самом деле плохо помню, какие зверушки из какого мишка... Мероприятия. Ах, да, Радуга. Радуга Фортуны. Раньше, по-моему... Какой же праздник был? Короче, связано с лепреконами, которые искали золото под Радугой. И Радуга появлялась каждый час, по-моему, в разных местах. Божественное было мероприятие. В этом году его нет. Но напоминанием об этом у меня есть золотой мешочек золота с Радугой. И комплекты одежды. Так, потом. Что еще? Что еще? Шарик со дня рождения, я думаю, сейчас у многих. Огнетушитель тоже сейчас у многих. Ослик тоже сейчас. Ну, все эти питомцы уже остальные. Они полученные. Вот. А так у меня больше никого из питомцев нету. Хоть кроликов еще купила. Я питомцев почти не одеваю. Потому что чаще всего я раньше заходила в игрушку на тренировки. На наших тренировках клубных. Нельзя украшения на лошади. Сумки. Питомцы все это должны сниматься еще до того, как ты приехал ко входу в Манеж. Вот. Поэтому чаще всего у меня все это лежит здесь. Разложенное по порядку. Но если мне очень сильно захочется, я знаю, что у меня есть такие-то питомцы, такие-то букетики, такие-то плюшевые игрушки. И я смогу приехать, взять их и посадить к себе сумку. Кстати, я до сих пор очень рада. Спасибо большому моему молодому человеку, что когда у меня не было возможности, но появилась вот эта долгожданная мною акция ради этого лисенка, он купил ее мне. Потому что я очень сильно хотела этого черныша. И я так рада. Да, несмотря на то, что я тогда все-таки не выдержала и купила себе серебристую лисичку, потом были с коняхами вот эта лисичка, но черныш просто моя любовь и радость. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Почему ты когда-то продала всю одежду? Вопрос этот, кто-то мне задал очень-очень давно. И не пытайтесь их искать в комментариях. Эти вопросы задают мне люди в реальной жизни. Мои соклобовцы, знакомые по ССО, Каролина даже и моя сестра. Ну. И да, у меня был такой промежуток времени, что... У меня был такой период, что я продала очень много одежды, о чем теперь жалею, ребят, очень сильно. Если лошадей, которых вы продаете, чаще всего можно вернуть обратно, за исключением, допустим, магиков, спирита и каких-то акционах лошадей, которые убрали уже из игры или из приложения, то с сюжетными вещами это уже проблема. И когда я сейчас получаю какие-то вещи на своих других очередных аккаунтах, и это очень грустно, что я не могу их вернуть. Я даже писала один раз разработчикам, но они, по-моему, не ответили на это письмо. Да, я тогда еще писала им на почту, потому что я не знала, что в Твиттере они отвечают намного быстрее. Да. Я писала о том, что создайте, пожалуйста, лавку наподобие лавки с одеждой для лайфа, но в которой будут отображаться вещи за задание. То есть ты выполнил задание, ты получил эту вещь, она отображается тебе в этой лавке. Ведь в случае, вот как со мной, я продала когда-то по глупости, три, наверное, года назад. Это было уже очень давно. Продала шматье, потому что, я думаю, у многих из вас был бзик на то, что вам не нужны плохие шмотки, вам нужны шмотки, которые желательно, либо чисто очень крутые, но без характеристик, и такие же крутые шмотки, но с характеристиками. Шматье, которое, по вашему мнению, выглядит отвратительно и без характеристик, должно автоматически либо продаваться, либо выкидываться. Именно это я сделала. Я устроила когда-то очень сильную зачистку своего шкафа. И я могу сказать вам точно, там, по-моему, было три ряда, может быть, три с половиной ряда, нет, по-моему, три ряда одежды там было. Хотя нет, стоп, тогда было десять столбиков. Ну да, три с половиной ряда вещей там было, даже, наверное, больше, если сложить всякие сапоги, шляпы, кепки, перчатки, кофты и все вот это вот, и такое. Очень жалею. Я плачу, что продала красный спортивный костюм, который дают, по-моему, за задание, связанное с Джет, насколько я помню. А нет, с Джет давали белый халат, по-моему. Его я тоже продала. Также я продала вот, значит, спортивный красный костюм. Я продала красный жакет для конкура, который давала девчонка в конном манеже. Его я тоже продала. Я... У меня остались воспоминания с ними только на фотографиях. Вот. В общем, на самом деле, это очень-очень грустно. Так. И давайте я отвечу на еще один вопрос, связанный с лошадками. Где готландский пони? Ты купила готландского поняху? Нет, я готландского поняшку еще не купила, потому что я не знаю, как его покупать. У меня есть выращенные пеги в приложении. Также мне доступны все готландские поняшки, которые есть на ферме Южного Копыта. Но по каким-то моим мне же неведомым причинам, я до сих пор не купила готландскую... Если ударение ставлю неправильно, вы меня простите, извините. Чисто ради бога, пожалуйста, я не специально. Я не купила никакую из этих новых поняшек. Почему? Наверное, потому что у меня нету надобности в этих поняхах. У меня есть относительно... у меня есть старая поняха юринская, у меня есть более... Следующее поколение это валийская. Также у меня есть считайте сколько два новых юринских пони. Почему два? Потому что один из них это вот это вот такая вот магическая поняшка. Я считаю, что это одна порода, поэтому у меня их уже две. Значит получается у меня уже четыре поняхи. И получается следующая моя поняшка. Ну давайте мы будем считать, что исландская лошадка это тоже что-то как бы пони. Я знаю, что это именно лошадь, но давайте будем считать, что это пони. И у меня есть чинкотик. Честно, насколько я помню, это абсолютно все мои поняшки. Сколько? У меня получается шесть поней. И да, у меня было желание очень сильно купить готландскую в начале, прям в начале очень сильно готландскую поняху, потому что она напоминала исландскую. Но я думала, что они будут повыше, а покупать поняшку, которая, по-моему, даже ниже юринской, мне как-то отбило желание в принципе их покупать. Поэтому я думаю, что пока что покупки готландской поняхи не будет ровно так же, как и покупки марвары. Ну, кстати, да, покупки марвары, наверное, у меня не происходит, потому что у меня уже достаточно количества стройных, высоких, элегантных лошадей, как арабы, халтикинцы, наверное, еще лузитаны я к ним приравниваю. Ну, то есть, такие спортивные, худенькие, высокенькие у меня есть. Я понимаю, что марвары самая худая лошадь в старстейбл, но, тем не менее, вот, ну, просто нет такого желания покупать. Лошади классные, лошади хорошие, но я их не хочу пока брать. На этом мое короткое видео с ответами на интересующие меня же вопросы закончились. Если у вас, кстати, появились ко мне какие-то вопросики и вы хотите услышать на них ответ, пишите их в комментариях именно под этими видео. Если вопросов будет накапливаться много, к примеру, штук 5, вот, даже, наверное, 4 вопроса, если наберется, я сниму следующее короткое видео с вопросами от подписчиков. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров